Если пытаться постигать культуру какой-нибудь страны через ее кухню, то индийская еда представляется какафонией, смесью всевозможных приправ, вкусов и ароматов. Но с первым же укусом какафония начинает исчезать, сменяться мелодии. Каждое блюдо кажется вкуснее предыдущего. Самая вкусная индийская еда на ее шумных улицах. Именно здесь есть настоящая Индия. Мумбай Мумбай – это город, где живет более 10 миллионов мечтателей. Это люди, которые превратили семь болотистых островов в кинематографическую и финансовую столицу Индии. Мумбай – самый молодой из мегаполисов Индии, постоянно обновляется, обновляет своих жителей и их еду. Здесь нет никаких ограничений в отношении кухни. Индийские приправы добавляются в суши, а лапша добавляется в досу, южно-индийский блин. Еда Мумбай есть отражение его народа. Она приспосабливается, меняется, использует любые возможности. Рассказывают, что в начале 70-х годов семья Вайбия продавала алу-вада – картофельные котлеты у входа на железнодорожную станцию Дадар. Однажды прохожий попросил алу-ваду, а заодно и булочку. Так возникло новое блюдо – вадапау. Сегодня этого блюда продается почти на 500 миллионов долларов. Ежедневно продается не меньше 100 тысяч вадапау. Вадапау – вадапау. Вадапау – вадапау. Приезжие привозят с собой и свою кухню. Большое количество приезжих в Мумбаи придают уличной еде этого города всеиндийский и, конечно, международный характер. Здесь традиционные южно-индийские блюда были творчески переделаны. Ведь это был мунта-гир, с нового кадра. будут вспоминать на улицах города Мумбаи. Как для быстрого питания, вегетарианские сэндвичи с сыром и острыми приправами вкусны и недороги. Их можно назвать и завтраком, и обедом, и угощением к чаю. А для голодного жителя Мумбаи, торопящегося на работу, это самый подходящий фастфуд. Это слив, овощи, 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 овощи. Их сахар, овощи, овощи. Я покупаю мои чайные жители в Бандракарте Роу, за последние 12 лет. Это потому, что, что у многих людей мы видим, они более и более сухолчанцы. Известный автор и исполнитель песен Сванан Киркеры приехал в Мумбаи из города Бхупал в центральной Индии. У него на устах была только песня, а в карманах только мечты. Он не знал города, а город не знал его. В первые годы Сванан мог позволить себе только еду с тележек. А-ля-карт. Если вы окажетесь в Мумбаи во время священного месяца Рамадан, не забудьте зайти на Мухаммад Алиру. После заката улица оживляется, верующие мусульмане разгавливаются и к ним присоединяются Сванан и другие горожане. Сванан Киркеры приехал в Мумбаи. Улицы Мумбаи славятся как мясными блюдами, так и вегетарианскими. Здесь можно найти все. Пляж Джуху – средоточие уличной еды Мумбаи, где посетители обслуживают под шум моря. Сванан уверен, что здешняя еда, в частности бавбаджи, чат и гола – самые лучшие. Мумбаи – средоточие уличные бавбаджи. Босс, мне было огромное бавбаджи. Садим, когда вы делаете бавбаджи? Синдь 61. Ура. Ура. Я знаю, что я знаю, что это пао. Пав баджи с приправами отлично подходят голо шарики изо льда. Для полного наслаждения эти мумбайские ледяные шарики надо обсасывать. Уличная еда города Мумбай, как и сам город, это история удач и использованных возможностей. Еда этого города мечты постоянно меняется, но никогда не теряет своего вкуса. Колката, напротив, город радости, гордится традициями уличной кухни. Здесь тоже происходят изменения, но не так быстро или безжалостно, как в других городах. Колката гордится историей былых эпох, вкусами забытых диаспор, которые уже много столетий хранят свои традиции, защищают свою еду. Как еще и нарушил fell New York? Колката 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 Has a 300-year-old history of being a city where all kinds of cultures have survived. From Armenian, British, Portuguese, East Indians, then the Khansamas, the Muslims, it's got an envious combination of food. Колката being what it is, because of its heart. Вы знаете, Калкады всегда были очень низко. Люди всегда не хотят ехать в ресторанах. Немного социо-экономичного класса сидит на улице и едет, и он не знает, что это. Даже в Тангарае, это не всегда в ресторанах, это тоже в Тангарае. Раньше эти продавцы обслуживали китайскую диаспору. Теперь они кормят посетителей клубов и туристов, которые приезжают в Чайна Таун попробовать китайские блюда. Для молодежи это время вечеринок и китайского завтрака в Чайна Тауне. Для пожилых это час утренней йоги в парке или на Майдане. 80-летний учитель йоги господин Арора и его друзья ходят в чайную лавку господина Шармы в Аванепуре больше 10 лет, чтобы выпить чаю и побеседовать. Я писал в книге, я в течение дня, чтобы выйти в Крдиш. Эта звезда в беде, что это не так, что это не так. Моори в Аванепуре это интеграция. Драй моори, люди используют как вечеринка. Из-за того, что это было очень сладко, люди стали добавлять немного шоршитхи, то есть масштаб oil. Субтитры создавал DimaTorzok Когда известный в стране и за рубежом актер Виктор Баннерджи согласился сняться в этом фильме со своей дочерью Кеей, мы были очень польщены. Виктор известен работой в кинокартинах Теви Долина, Романа Поланского и Сатя Джитарея. Кея разделяет его любовь к фильмам и к еде. Субтитры создавал DimaTorzok My earliest memory of Kolkata is piggybacking on Baba's back whilst he downed puchka after puchka at his favourite street corner. Soon, he said to me, when I grew up, I would be able to decide upon my own favourite puchka seller. He wasn't wrong. I did. And I went on to discover and appreciate all the foods that Baba relished. Your wretched pani puris in Bombay and Golgappas in Delhi are just a cheap imitation of this. The water is the differentiator. So in this case, they don't add too much of pudina and dhaniya in Calcutta. Unlike in the north, in the Golgappas, there's lots of it and there's kachalongka happening. In this case, it's very, very simple and Bengalis like a sweet taste. So you will see it's slightly sweetish. It's not so sharp as the north. And they add that rock salt, which is a differentiator. To me, even today, even if I have it wherever I am in Bombay or I go back to have the puchka. I mean, I don't think you can beat that. There are different versions of kachirolov. Maybe they came to come from because of people who want to eat and eat on the road. Maybe, a British citizen of the people who want to get the kichbap with their hands. So, in this case, he found the way. He started to turn on the pan. By the way, because of the taste and the interest of kachirolov, kachirolov quickly developed popular. Thank you. Спасибо! Делийские блюда ядреные, сложные, как и положено в столице, которые являются и старой, и новой одновременно. Писательница, путешественница, гурман и просто наш друг Лес Лестевс переехала в Дели 10 лет назад. Как ресторанный критик и редактор, Лесли может познакомить нас с городской изнанкой и с ее кухней. Она забирает нас в путешествие по Дели, или как его называют местные жители Дели, и раскрывает нам его секреты. Дели, моя город, это городе много, некоторые говорят, что около 9, некоторые говорят, что 13. Я знаю 2. Одна из Дели, где я живу сейчас, и другая, где мы живем, и другая, где мы живем сейчас, где мы живем сейчас. Здесь мы сейчас, где мы живем сейчас, Шаджаха. В сердце здесь красивое жама масштаб, которое Шаджаха built, это один из самых больших московских в Азии. Люди приехали за годы, чтобы построить новые Делли в руинах старших местных городов. Все они привели свои традиции к этому городу. Все они были измельчены в Дели-кузину, и все это частью их richest традиций. Чтобы иметь традиционное food, которое содержит очень близко, вы должны приехать сюда, в Шаджаха, городе Пурани-Дели. В глубине переулков Чандничока в лавке Лотанке Кульчачоли сокрыта одна из самых сокровенных делийских тайн. Хозяин этой лавки хранит кулинарную тайну, о которой известна и Лесли. Она ни с кем не делится этим секретом, но для нас сделает исключение. Меня зовут Мавир Каши. Я живу в 1.30-1.30, и я живу в 1.30-1.30, и я живу в Дели-кузину кулинарную тайну. РОСФАННЫЙ КЛЧЧАЛИ Субтитры создавал DimaTorzok Это не т.я. Это границы, которые были готовы. Это очень вкусный. Это очень вкусный. Это очень вкусный. Вау! Это очень вкусный, что даже в Винтере можно смыть. Вы найдете паратхи в каждой стране и в Норвии. И в Дельху вы найдете в каждой улице. Никогда неEngine Johters, в чем-то это. Но в Минтере можно взять в Минтере и в Минтере. И очень вкусный и вкусный. Как минимум, здесь есть паратхи в Коминер. В Минтере есть где-то много покинений. И гули-самосан. Какими-то каги-самосаном. Коминей-самосан. Немный стол. Гули-паратхей-Wали, который называется самым паратха. это предметно-сюда, в Дели и Индия, но в факт, в Глобале, и Тивари-джи здесь не всегда был называемый гари-паратхе. Это не было гари-паратхе-паратхе. Это был маленький гари-паратхе. Гари-паратхе-паратхе в 1875 году. Это было 2-ти паратхе. Теперь, как и все-таки, они увеличивались. Теперь это 22-ти паратхе. Это будто ты АН70 blinking, паратхи-паратхе. Это где-то докупал, как insulted с причиной атаками. Уб Longстое стично фигури тст. Убийство мат bears и остального сфингаа-чатания. Без членовHH гай-ператхе- revал Титх многие приготовления стены ш planeta-пот objection Birds Тumeфейские и 삼сдан". ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начался индусский праздник Рамлила. Праздничный ход движется от Чандничока к Аджмерским воротам. Из уважения к чувствам празднующих, мясные лавки закрыты. Вместо этого давайте-ка отправимся на Ладж-Патнагар и поищем там знаменитые Рам-Ладду. Это Рам-Ладду. Это Мунг-Ки-Дал-Ки-Ладду. Это очень популярно в Ладж-Патнагар и в центре рынка. Чатни и мулы. В этом есть очень вкусно. Пожалуйста, вы тоже попробуйте. Мулы-Ки-Дал-Ки-Дал-Ки-Дал-Ки-Дал-Ки-Дал-Ки-Дал-Ки-Дал. Хаджи Керимуддин открыл свою лавку Даба Карима в 1911 году во время коронации английского короля Георга. Карим хотел кормить приехавших с Дели гостей этой церемонии. Тогда меню состояло всего из двух блюд. Сегодня Даба Карима обозначена в туристических справочниках Lonely Planet. Дели славится разнообразием уличной кухни. Некоторые даже считают, что лучше еды не найти нигде в стране. Но в этом соревновании нет победителей. Мы покидаем славный Дели и отправляемся в город поэтов Лакнау, где некогда жили правители навабы. Уличная кухня Лакнау сегодня хранит отпечаток, наложенный на нее изысканным вкусом навабов. Лакнау называют индийским Ширазом, золотым городом Востока и даже индийским Константинополем. Величественные старинные здания, огромные имамбары, узкие улочки и неповторимый образ жизни все хранит память о былом величии города. Лакнау наиболее самобытный индийский город и славится своей уличной кухней. Рецепты здешних блюд были придуманы на аристократических кухнях бывших навабов. Кто может рассказать о ней лучше, чем один из потомков королевского рода Нواب میр جعفر Абдуллах. Лакнау Уличная кухня по всей Ирландии обеспечивает простой люд дешевой едой, а миллионы жителей страны – работой. Талантливым поварам с навабских кухонь она помогает беречь традиции. Лакнау 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 Влияние навабской кухни ощущается не только в богатых на вкус мясных блюдах, но и в разнообразии сладостей. Мы попробовали зимние и летние сладости. Очень вкусно индийское молочное мороженое кульфи и стремительно тающий макханмалай из пенистых сливок с шафраном, который готовится лишь в короткий промежуток времени зимой. Лакнау 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 Мир Лакнау 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 которое можно порекомендовать каждому гурману. История Лакнау и его уличной кухни — это история бережного отношения к традициям. Это история княжеских блюд, которые продолжают существовать в наше алочное время. Тем самым жители Лакнау показывают, как они ценят тонкости жизни. Уличная кухня всех городов, которые мы посетили — Мумбаи, Калькаты, Дели и Лакнау — демонстрирует энергию новаторства индийского народа. Она основана на местных продуктах и традициях, помножена на доступность и современный темп жизни. Индийская уличная еда также является историей гармонии и демократии Индии. Индии Music Индии История Отличные Индии 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 Продолжение следует...